По формату нашей сегодняшней встречи необходимо что-то сказать о вере и верности. Мы взяли два таких термина, которых довольно сложно уложиться в один вечер. Попробуем коротко. Слово «вера» всегда меня поражает. Вера в Бога. По апостолу Павлу это уверенность в невидимом. Мой один друг, хороший друг, но атеистический друг. Он говорит, что у вас за Бог, в который нужно верить. Другое дело, если знать. Что такое верить? Вера с пренебрежением. Но мы не будем такими атеистическими друзьями. Смотрите, что меня в этом слове поражает. Когда мы читаем, как апостол Петр пошел по водам, я не думаю, что это привлечение или какая-то метафора. Я сам испытал такую вещь, что когда во что-то сильно веришь, напомните, как Господь нам сказал, что если у вас вера будет горчичное зерно, то вы скажете, этой библиотеке передвинься на другую улицу. Она передвинется. И это действительно так, на физическом уровне. Я, когда еще не пришел к вере, я тогда занимался, в частности, в том числе, вернее, логими-то такими практиками. Был такой курс «Путь к себе». И вот мы там ходили в конце курса по углям. Мы развели настоящий костер, сделали угли. И вот мы с женой прошли, как отсюда до стены. Это не было два шага. Я прошел. Ну, естественно, мы так немножко потренировались дома на горячих бутылках. Слушайте, ну правда, я поверил, что я иду по прохладному песку на пляже. Никакой беды мои пятки не ощутили. Захотелось даже пройти еще раз. То есть я о чем говорю, что слово вера, даже не слово вера, а понятие веры, да, оно такой глубины, что нам действительно, если мы будем иметь эту веру, то не только по костру ходить, да, или по другим вещам, или быть укушенными там аспидами и змеями, и оставаться в живых. То есть вера вообще настолько сильная вещь, и Христос нам как бы намекнул на эту важность, причем намекнул так грубо, явно, зримо. А нам, чтобы познать эту тайну, нужно как-то так вот жить, что-то в себе такое открыть, чтобы эта вера стала живой, да. Не зря есть такое понятие «живая вера». Вот Миша мне пока что пора закачиваться. Хорошо. Так. Но песни петь тоже не надо, как я понял, да? Хорошо. Про верность я скажу, что это в другой раз. Значит, сейчас я хочу спеть песню. Сегодня я буду петь исключительно песни других авторов, потому что тема такая, и, значит, наилучшая песня, которую я к ней подобрал. Первая песня – это Александр Величанский. Все его наверняка знают по... Миша, как называется эта песня? Под музыкой вальце, да. Но у него прекрасный двухтомник стихов. Мы его очень любим. Мы даже сделали ему посвящение, ему был большой концерт. И он однажды звонит другу и говорит, слушай, я, наконец, счастливый поэт. Тот поэт, который написал псалом, тот счастливый поэт. И я написал его. И, мало того, он говорит, я написал музыку. Он говорит, я в музыкальной грамоте совсем нулевой, поэтому, дружище, пожалуйста, запомни мелодию, потому что я через день забуду. Его друг запомнил. И это практически и музыка, и стихи Александра Величанского. Псалом. Кто знает, подпевайте. Высоко или низко, страшко или легко, Ну, пока ты близко, Я недалеко. Ты в летим и восках, Жар и холод в раз, Пока словно воздух ты Окружаешь нас. Пока словно воздух ты Окружаешь нас. Раньше или больше, Но урочный час, Удаляясь, Боже, Оглянись на нас. Еще не искитых судьбой удодна, Пока дарь путей твоих не отдалена. Пока дарь путей твоих не отдалена. Высоко или низко, Высоко или низко, Тяжко или легко, Но пока ты близко, Мы недалеко, Мы недалеко. Ты фитильный воска, Жар и холод в раз, Пока словно воздух ты Окружаешь нас. Пока словно воздух ты Окружаешь нас. Окружаешь нас. Спасибо. Суджавой, он эти стихи прочел И рассказал о чем они. Как странно бывает, Что ты их как-то Воспринимаешь очень легко. А когда ты вдруг углубился, То там совсем другой смысл. Это смысл Вегрессии его мамы и папы. И смысл оказался совершенно другим. Сейчас попробую ее спеть. На всякий случай. Осенний холодок, Пирог с грибами, Калитки, шорох и простывший чай. И снова неподвижными губами Коротко и как вздох. Прощай, прощай, коротко и как вздох. Прощай, 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 прощай. Да я и так прощаю, Все, что простить возможно, обещаю. Простите то, чего нельзя простить, Великодушным мне нельзя не быть. Прощаю всех, что не были убиты, Тогда перед лицом грехов своих. Прощай, 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 прощаю все обиды, Обеды у обидчиков моих. Обеды у обидчиков моих. Прощай, 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 Чтобы не вышло боком, Сосуд добра до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним богом, Единственным умеющим прощать. Единственным умеющим прощать. Прощай, прощай, старая упрямый, Знать мне лишь не проститься одному, Но горести моей прекрасной мамы Прощай, прощай я неведомо кому. Мажеско прощаю, как пироги прощенья раздаю, Как пироги прощенья раздаю. Прощай, 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 Побелевшими губами, Пока не повторится все опять. Осенний горький чай, пирог с грибами, И горький час прощаться, и прощать, Прощай, 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 Прощай.